Когда человеку хорошо, он обязательно припишет себе. Когда ему плохо, начинает вспоминать про Бога. За что, почему, почему именно я? Может быть, они оценили, не поняли. Человеку очень-очень-очень тяжело, очень тяжело оторваться от своего «я». Вот если нет у него, он не полагается на Всевышнего. У него сейчас находится перед какими-то жизненными решениями, у него есть посередине каких-то жизненных проблем. Про питание ему, семье. И вот, ему приходится принимать усилия, бегать туда-сюда, добиваться чего-то. Пошло. Идет. Тут заработал, там еще подзаработал. Смотрит, как все что-то пошло. Тут какие-то акции поднялись, а тут его еще пригласили, кто-то еще в этот заказ не заметил. Вдруг он начинает вставать на ноги, называется. То же самое, вдруг жена какая-то раздрабрела, вдруг стала говорить спокойно. Всевышнего была как с цепи сорвала, а тут вдруг как-то... Что человек должен чувствовать? Ну, естественно, что он здоровый. А кто здоровый, вообще не замечает, что он здоровый. Мы замечаем, что мы здоровые только тогда, когда становимся нездоровыми. Что человек чувствует? Что он чувствует? Кто всего это добился? Вот он уже машину купил, уже в себе дом купил, уже съездил туда и обратно, уже там добился какой-то почести, его все там уважают, вопросы спрашивают. Он помнит Бога в этот момент. Ведь это он своими руками все это сделал. Неоднократно, надеясь, вы были около стены плача. Ну, как его называют? Стена плача. То есть туда ходят плакать. Вы видели, что кто-то пришел туда с радостью, благодарителю, выдачу, люди вам... А, я заработал столько-то, я сделал весу такую-то, барухашем, я здоровый барухашем. Мы не находимся, туда приходят только плакать. Когда плохо, вспоминаем блог. Когда хорошо, нету, какое... Причем тут он, это, смотрите, я сделал так, я тут преуспел, я тут подсуетился. Смотрите, я тут сделал такую комбинацию, никто даже об этом не думал. И атак, и я сяк, и все, 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 все. Начал дело, что чик-чак, так сказать, тут продвинул, это продвинул, стартап называется. Слышали такое? Не успел, не успел его развить, как тут же продал. Ну, недорого, я знаю, там, 50 миллионов. То есть, после того, что осталось в кармане, все, осталось 50 миллионов, ну, видите. А то, что он сам знает статистику о том, что из 100 этих стартапов, может быть, 5 или 6, они преуспевают, а все остальные, они разоряются. Ну, это, так и вы, они, чтобы были не столь умны, как ты, они не имели проекты, достойные осуществления и реализации на должном уровне. Об этом он не помнит. Ему кажется, что это всем естественно, это особо ничего не надо, вот сделал то, сделал это, тут, 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 естественно, что я там сидел по 12 часов, потом 18 часов в сутки туда вложил силы, умения, то я, это я сделал. Ходит с гордостью, ходит. Снова речь идет к какому? Человек религиозным. С пейсами, со шляпой. Про него речь идет. У нас не идет речь, а не идет. Забыл. Он верит, что есть Всевышний, но не полагается на него. Он, оказывается, полагается на себя. Вот такой человек, он столько времени, сколько у него идет, все хорошо, он все припишет себе. Своему уму, своим связям, своей смекалке, своей силе, своей красоте, своему обаянию. Я. Как только, не дай Бог, что-то не то, вай-вай-вай, молитва, и Тилим уже у него там с дырками, и есть постоянное место около стены плача. И это в лучшем случае, да. А в худшем случае начнет приходить претензии, озлобиться. За что? За что, как тут сказано? И хвалится злодею, таленьем, изделение души своей. А грабитель этот хулит Всевышнего. Негодует он на Бог. Как у нас, блин, да-да. За что все эти вопросы? А где был Бог, когда была катастрофа? Вдруг у нас появляются вопросы. То есть до этого мы не спрашивали. Где был Бог до этого, до катастрофы, когда там кардюбалет был, делал, каждый стоял на голове, делал, что хотел, и всех предупреждали. Никто не помнил, что вообще есть Бог. Как только случилось, а пришла палка, пах-пах, наказание пришло. Как? Где он был, такого не может быть, это недопустимо, это как? Ну, так будьте последовательны. Или нету Бога, тогда и вопроса нет. Если он есть, так почему же вы не вспоминали о нем тогда, когда все было хорошо, и когда вас предупреждали много раз? Ну, 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 не делайте этого. До третьего, четвертого поколения приходит наказание. Оно пришло ровно в четвертом поколении. Вы же знаете, вы все вас предупреждали. Это у человека, это как, у которого нету упования, это как не должно быть. Теперь, а когда должно быть? Как должно быть? Теперь, слушайте внимание, давайте повторим текст, это очень важно. Слово в слово. Тот, кто полагается на Всевышнего, сейчас мы разбираем на уровне разума, умозрительное понимание, с желанием принимает его решение во всех своих делах. Обратите внимание на слово с желанием. Есть такое с желанием, с желанное. Что такое желанное? Желанное – это что-то, что… Если исполняется что-то желанное, это приносит нам радость, верно? И вот тебе представьте себе о том, что произошло… Вот мы планировали одно, а произошло, как люди говорят, как всегда. Не то, что я планировал. Ну, как мы должны? Естественно, что я должна горчиться, я должна, я знаю, сожалеть. Не-не-не, должно быть желанное. Ведь о чём речь идёт? Ведь снова и снова давайте поймём. Мы уже десятки раз, может, сотни раз повторили одно и то же. И для этого мы разбирали подробно, подробно, как устроен мир, и как Творец управляет этим миром, до какой степени и тонкости он управляет этим миром. Нет возможности, чтобы что-либо произошло в мире действия, то ли конкретно осуществилось, без того, чтобы это не было желание Всевышнего. Слышите? Это не связано с возможностью выбора. Отдельный вопрос, известный вопрос философский, вопрос знания и выбора – это отдельный вопрос, мы уже разбирали. Не важно, знает Творец, не знает. У человека, да, есть выбор, он, да, выбирает. И при этом база всего надо знать о том, что если в конечном итоге, как бы мы бы не выбрали, осуществляется воля Всевышнего. То есть, мы были здоровы, чтобы он что-то дорого. Заболели – подорого. Заработали – отлично. Не заработали – полная бедность. Отлично, тоже хорошо. Ну, может быть, это не я, я не буду, так сказать, пускаться в пляс, но нужно туда работать. Значит, мне это сейчас не полагается. Нам очень тяжело это понять, о том, что если меня не приняли на работу, это мне такое же благо, как приняли. Если мне предложили щедух, и она отказалась, значит, это мне такое же благо, как если бы она согласилась. Я же не знаю будущего, я же не знаю вообще, что меня ждет, не знаю, что через секунду со мной произойдет. Человек не усвоит это, не повторит это тысячу-тысячу раз себе. Еще раз, что это дошло до сердца, он не живет полной еврейской религиозной жизнью. Не живет. Все хорошо. Есть деньги – хорошо, нет денег – тоже хорошо. Видите, как тут сказано, ведь он желание принимает его решение во всех своих делах, благодарен ему как за хорошее, так и за плохое. То есть, не только что он желание принимает, он еще и благодарен ему. Благодарен имеется в виду, что желание в сердце, благодарность в пустах. Поэтому тут и сказано, как в книге Йов, что Йов сказал нам пример человека, воистину верующего, о том, что Бог дал, Бог забрал, да будет и моего благословен. Кто мне… Снова, если мы не из тех негодников, которые помнят Творца только, когда есть плохо, а скажем, мы из тех, которые помнят его и когда нам хорошо, то точно так же мы должны сказать это. Вчера же она рассказала, она встретила одну женщину. В ее семье, как Йов, как проблема Йова, муж заболел той самой болезнью. Один сын умер. Другой сын молодой, молодой. А дочка вышла замуж, когда-то вышла замуж в свои 30, там, несколько, 35 лет и заболела тоже болезнью. И один, один, одна проблема со другой. Потом, это невозможно перечислить все проблемы, которые есть. Она встретила эту женщину. Она говорит, я просто поражена, и она ходит, она функционирует, она другая уже была бы в депрессии. Она говорит, я никогда не приходила с претензией к Богу, когда он мне дал мужа, когда у меня родились дети. Я не приходила к претензии, за что ты мне дал муж, за что ты мне дал. Живой пример был, это не книга Йов. Прямо женщина перед, перед, пример, настоящее мужество, которое есть. Пример прямо сейчас. И она функционирует, она выглядит радостно, она со всеми контактирует, совершенно на здоровом уровне. И это величие. Бог дал, Бог взял. Будьте благословенны. Знаменитые фразы царя Давида о том, что, наоборот, когда у меня палка, то я еще лучше. Я помню, что ты есть. Я помню, что ты есть. Для нас, не дай Бог, что-то случается. О, конец света, конец света. Есть люди, которые хотят, чтобы тихо было, спокойно. Тихо, спокойно. Чтобы все было, никаких проблем, никаких жизней. Ищут без проблем. Комфортно, комфортно жизнь. А вот в больнице, все были в больнице. Приблизительно большинство людей, не все, но большинство с определенного возраста попадает в всякие разные места, где лечат. Что хуже всего для больного? Больной лежит. Сестричка, врач, никто на него не обращает внимания. Скажите, тебя оставили в покое. Ты же хотел, чтобы тебя оставили в покое. Ты же видел, ну тебя оставили в покое. Лежи спокойно, койко-место есть. Все, болей, тихо, спокойно. Такой больной зайдет с ума. Что он хочет? Наоборот. Наоборот, пришли какие-то, какой-то, какой-то врач, какой-то, я знаю, этот, ах, этот, медбрат. Начали ему болеть, а то делали его, а, блин. Но душевно-то он рад. Мною занимается? А? Пусть поболит, ничего страшного, зато выздоровлю. Что тут делаю в больнице? Хотя бы для какого-то толку, то я лежу со мной, если не обращает на меня внимания. Человек хочет пройти эту жизнь, чтобы у него все было тихо, спокойно. Снова. Никто не ищет себе проблем. И не дай Бог, чтобы никто после вот этих слов, что мы не говорили, начал молиться, ребенок, что пошли мне испытания. Уже такое было в прошлом, и самые великие праведники не устояли этого. Мы не ищем испытания себе в жизни. Но мы должны жить с полным таким ясным, глубоким ощущением, что если, не дай Бог, придут испытания, то я их приму, как принял все хорошее. То есть, когда у меня не было испытаний, так и я приму это. И у меня всегда будет возможность с двух сторон рассматривать любое то, что мне пошлет испытание. То ли как проблему. Это одна возможность. Со всеми последствиями. То ли как вызов. И тогда жизнь совершенно другая. Представьте себе, что все проблемы, которые у нас есть, мы не рассматриваем как проблемы. Этого только у детей. Недоразвитые мозги. У нас есть иногда такое понятие малые мозги. Такие люди, их может быть ими 30-40 лет, но мозг у них еще маленький такой. Недоразвитый. Они видят во всем проблемы. О, у меня такая проблема. У меня такая проблема. Ну, смотрите, что у вас проблемы. Все, 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 дело, проблемы. Живите с проблемами, учитесь. У вас есть другая возможность. У вас есть выбор. Вас видите, это, ну, хотя бы как испытание. Вы же еврей, вы же видите, все, все же испытание посылаете. Все, все читаем снова и снова. Все испытание, все испытание. Хотите еще уровень повыше? Надо видеть это как вызов. А, представьте себе, вызов это Эдгар. Вызов это уже что-то другое. Это что-то, что, а, интересно, а как, а что сегодня будет? Человек в утром встал, он еще не знает, что произойдет. Но что-то точно произойдет. Там все-таки еще есть, там, 12 часов, я знаю, там, у него есть, а то у тебя покой пойдет спать, что-то произойдет. Как мы настроимся? Если мы настроимся по-настоящему, хорошо настроимся, какой вызов у меня сегодня, как я пройду этот день? Как я смогу пройти достойно, недостойно, как евреи, религиозно, с верой, смогу молиться сегодня, да или нет? Сказать браху, благословение с намерением, или просто хамеле холам. Поговорить с людьми, бинадам хаваро, улыбаться, дать шдаку с улыбкой, дать. Я с той, ну, события, которое произойдет в течение дней, я уже не говорю о том, что, не дай Бог, что действительно может что-то произойти. Иди, знай, что произойдет. Иди, знай. Все, вызов. Жизнь меняется совершенно. Меняется, это просто с одного, ну, если мы видим все как проблему, представляете, сколько надо проблем решать? У нас нет усилы. И какая-то депрессия. И вообще, и вообще, и почему мне? И за что? И стараемся это все отодвинуть завтра. Еще лучше послезавтра. И хотим их решать. И ухудшаем свою ситуацию. Все проблемы, все плохо, нехорошо. Это человек без упования на Всевышнего. Он верит, что есть Бог. Есть. Конечно, есть. О чем речь идет? Нету только упования. Нету упования. Человек, который есть упование, во-первых, я знаю, что это мне хорошо. Это сто процентов хорошо. Я головой понимаю. Это мне хорошо. Я не знаю, что мне хорошо. То есть, я могу себе как бы какой-то сценарий нарисовать себе в воображении, почему мне это хорошо. Но я не знаю до конца, что мне хорошо. Но мне ничего не мешает видеть это как вызов. Меньше такой вызов, это когда... А, это мне дается только для того, чтобы я еще больше приподнялся, чтобы я еще больше преуспел, чтобы я еще больше мне удалось быть близостью. О-о-о. Это есть вызов. Это совершенно все по-другому. И неважно, что нет у меня денег. Прекрасно. Какой вызов. Ну, давай сейчас посмотрим, как я жив. С деньгами я знаю, как жить. А ну, посмотрим, как без денег. У меня отличное отношение с женой. Очень хорошо. До определенного момента. Как будто ее укусило, не знаю, как я знаю. Другой она... Как она сорвалась с цепи, не знаю, что тут. Да ну, сейчас посмотрим, как... Как какой вызов. Ну, как сейчас ты будешь... Как ты будешь вот решать эту проблему. Вызов. Это вызов, понимаете? Это вызов. Уволили с тебя с работы. Вызов. Приняли на новую работу. Тоже вызов. Все вызов. Заработал кучу денег. Ну, посмотрим, что ты с ней будешь. Вызов. Проиграл. Тоже вызов. Проиграл. Приняли на новую работу. Продолжение следует...